Несколько накануне, не вчера, но в пасхальные соркодневные торжества, в середине мая, ровно в приход за подзалы в этот год Петербургской подлинной весны, я посетил по старинному моему обыкновению и давно мне знакомое детское заведение, занятое поддержкой многодетных, хотя и малообеспеченных семей, или неблагополучных многодетных семей. Сотрудники присматривают в течение дня за дюжиной полутора десятками, как их теперь стали звать, социальных сироток. То есть таких детей, за кем вне школы, иного присмотра нет, или он немыслим для родителей, занятых в течение дня работой. Некоторая аналогия, бытовавшая при коммунизме, группы продленного дня. Хотя и теперь это осуществляется через полицию, в подавляющем большинстве через инспектрис по делам несовершеннолетних. Делектриса этого центра меня ошарашила примером стихотворчества одной из презреваемых девочек. Пятиклассница. Повторю, пятиклассница. Написана собственной рукой ее типическая пятиклассница в типической потаенной ее тетрадке. Я только откорректировал грамматические повреждения, и никакого иного вмешательства в ритм или лексику я не предпринимал. Это линия, как ветка погнутая ими, как лебедь, принесший ко льду в пруду, в ритм саду. И еще. Это Оля Пятиклассница. Окрад неразрешенный. Окрады нерв решеток канала кровь. Окрады нервы. Окрады нервы. Чем это не хрестоматийный хохот толпы? Заметим, она не читала у них книжек. И еще. Его зовут Оля. Дай ей Бог здоровья! Классический интерверт, она очень пукается к ним.